Золотые времена Нет предела совершенства Простому рядовому человеку Что нужно, чтобы заросли зарплаты А они растут И там очень большой рост реальных зарплат Там около 10% в реальном учислении Если рост зарплат перекрывает Рост бананов Цены бананов То большому счету человеку не важно Как они вырастут Именно при Путине страна поднялась с колен Именно при Путине молодые мамы Начали рожать детей Именно при Путине будет реализована программа Дальнейшей поддержки молодых семей Для того, чтобы Россия расцветала Россия это семья семей У нас надвигается страшное Я просто вижу уже По грядущему снижению количества выпускников Школ и поступающих в ВУЗы Демографическая яма Хотим мы или нет Мы почему-то про это не говорим Вернее, как бы говорим Мы должны рождаемость увеличить С 1,4 раза в 1,8 Оно же просто так по решению Правительства же не увеличится И меры беспрецедентные принимаются Там больше чем в 3 раза Маткапитал вырос И другие всякие вещи Но у нас дефицит сотрудников Которые сейчас декларируют Минтруда Это 2,4 миллиона работников В 30-м году дефицит только Именно при Путине молодые мамы Начали рожать детей Россия это семья семей Послушайте меня У нас большая страна И слава богу не бедная Есть и ресурсы, и средства, и деньги И продукты питания Я люблю нашего президента Господина Владимира Владимировича Путина Очень люблю, уважаю Он поднял нашу мощь Мы сейчас самая крутая страна в мире Плохо живем так Зарплата маленькая Нищенская Нищенская зарплата Зарплата Алексея Миллера В государственной компании Газпром 2,2 миллиона в день За большой вклад в реализацию Общегосударственных задач Социально-экономическое развитие Российской Федерации И активную общественно-политическую деятельность Орденом за заслуги перед Отечеством Первой степени Награждены Миллер Алексей Борисович Председатель правления Компании Газпром Зарплата Игоря Сечина В государственной компании Роснефти 4,5 миллиона рублей в день Зарплаты Сечина не знаю Я, честно говоря, даже свою зарплату Как бы так вот приносят Я их складываю И на счет отправляю Даже не считаю А вот Приготовьтесь Это новый Отечественный беспилотник На Буховском заводе Входящем в концерн Алмаз-Антей Развернули серийное производство Беспилотников Диктор как бы сразу Отбрасывает все сомнения Что это не Шарашкина контора Это во мне хухры-мухры Это настоящий Алмаз-Антей На этот раз Все серьезно Добрыня и Горыныч Под этими милыми И привычными слуху Сказочными именами Скрываются вполне себе Грозные Вполне себе Грозный Китайский Назгул Ивок Ф5 Скрывается Под именем Добрыня Скорость развивают Как гоночные болиды Дальность полета С загруженной памятью Более 20 километров От места запуска Целых 20 километров Ничего себе Какого дрона смогли купить на Алиэкспрессе инженеры Алмаз-Антея Одним словом Сделано в России Сделано в России Как и Новый Москвич Ровно тем же самым способом В комплекте есть пульт управления беспилотным аппаратом В комплекте с китайским дроном Назгул Ивок Ф5 Поставляется китайский пульт управления Радиомастер ТХ-12 Это как бы наше российское ноу-хау Говорит российский инженер Чисто отечественная разработка Положить китайский пульт В коробку китайскому дрону Планшетный компьютер Приемник видеосигнала Даже гаечный ключ Для установки лопастей В комплекте находится Там и даже гаечный ключ купили в Китае И положили его в коробку Китайскому дрону Рассказывает генеральный конструктор По инновационным разработкам Концерна Алмаз-Антей Беспилотный летательный аппарат По имени Добрыня Первый российский для гражданского рынка Говорят на предприятии Купил 15 октября 2021 года Товар прибыл в течение 20 дней Пришел правильно, хорошо упакован Не, ну точно новая разработка В цехах предприятия полноценный конвейер Облегченный защитный корпус Печатают на 3D принтерах Тоже собственные разработки От изготовления внутреннего модуля управления До полной сборки устройства Проходят не больше получаса Да-да-да-да-да Да, вот эти чисто славянские надписи Danger, Warning, Caution Они как бы подтверждают, что и 3D принтер И все остальное оборудование Чистейшего российского производства Российский квадрокоптер Собирают из комплектующих Собственного производства От самых простейших деталей Как, например, пластиковые лопасти Или карбоновые элементы корпуса До сложных механизмов И детали Вот, например, плата контроллера полета По сути, мозги квадрокоптера Или двигатели его Плата управления полетом Тоже, как вы догадались Чисто российского производства Ну, то, что она называется Спиди-Би Ф-405 В-3 БЛС И строит 4478 рублей На Алиэкспрессе Это чистой воды совпадение И дискредитация российской армии Добрыня Гаджет высокого полета Забраться может и на 3 километра Если потребуется Да и прыть И богатырь немалый Скорость 120 километров в час Вот такими буквами Хвастается российская пропаганда Тем, какие дроны умеют делать В соседнем Китае Как говорят китайцы Прежде чем идти куда-то разбираться Наводить порядок Посмотри три раза на свой дом В своей стране А если человек не может В своей стране навести порядок А в другой стране наведет Каким образом? Землю ее сравнят Мы в прошлом году вложили В импортозамещение Это то есть То, чтобы производить самим То, что раньше покупали за границей 600 миллиардов Значит Несколько сот миллиардов Точно, совершенно Рублей И это будет Около миллиарда Около миллиарда рублей И это будет продолжаться Он поднял нашу мощь Мы сейчас Самая крутая страна в мире Плохо живем-то Зарплата маленькая Нищенская Нищенская зарплата Если мы пересадим Работников государственных на латы Эта идея уже пытались сделать В 90-е Она не прошла Те же самые фольксвагены Но мы назовем их как-нибудь по-другому Не знаю Буратино Вот И поедем Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok